Недавно опубликовано в том, что 21 млрд долларов ушло за гравит, и то, что за время ковидного беспредела последнего года на 21 млрд долларов у нас стало больше, конечно, люди некто безуме не прибывают и пожимают плечами. Плюс-минус, конечно, догадываются, что колоссальная часть этих средств получена от общего нашего наследства, разработанного всеми народами России за многие сотни лет. Необходимо начать выплаты справедливого базового дохода семьям, где есть несовершеннолетние дети. Вот сегодня те выплаты, которые осуществляются, и это хорошо и правильно, но мало. Если в семье есть несовершеннолетний ребенок, семья получает 10 000 рублей. Если два несовершеннолетних ребенка – 20 000 рублей. Мы предлагаем поменять эту систему. Каждый член семьи, где есть несовершеннолетний ребенок, получает 10 000 рублей. Мама, папа, двое детей – 40 000 рублей. Вот для того, чтобы начать вот эту справедливую базового дохода в таком виде, средства есть. Возвратить советский пенсионный возраст. Выплачивать доплаты работающим пенсионерам. Перемьсию по выскудине, в том числе и военным пенсионерам, которые в Калининграде свыше 40 000, выплачивают в полном объеме с момента назначения. Обеспечить нормальный уровень пенсии не ниже 31 000 рублей. Сделать накопительную часть пенсии нацелуемой. Эти идеи, которые Партия Справедливая Россия последовательно пытается предварить в жизнь, абсолютно вписываются в основную идеологию социалистической партии. Защита интересов большинства людей. На данном этапе «Справедливая Россия» это надложный фронт борьбы с бедностью. Я знаю очень много земляков, которые мечтают, друзья, стать бедными. Я знаю десятки таких людей. Знаете почему? Потому что они нищие. Не считая крайней степени бедности, им не хватает денег на лекарства, на продукты питания. Я провел 72 встречи. Последняя встреча на улице Шахматной Ленинградского района, на Труново Особо. Женщины, дети войны, 31-34 года рождения, которые несколько лет назад приехали в Калининград. Им в голову не могло прийти, что сегодняшний областной парламент, областная дума отклонит предложение о том, чтобы дети войны за год платить надкладку в размере трех тысяч рублей. Мы говорим о строительстве справедливого социального государства. То есть социализм. Мы считаем, что это не прошлое нашей страны или человеческое, это новое будущее. Мы призываем к строительству именно такого общества. Но мы хотим это делать эволюционно. Мы хотим это делать без потрясений, без разрушения страны, без гражданской войны, без потери территорий. Вот наш взгляд именно такой. И в строительстве социализма мы не исключаем роли частного капитала, мы не исключаем частную собственность. В этом смысле мы в определенной степени внимательно следя за тем, что сегодня делается в Китайской народной республике, где строится социализм, где этот социализм успешно строится, где решена уже проблема бедности, которую, как мы видим, в нашей стране сегодняшняя власть не в состоянии решить. И мы внимательно следим за успехами наших китайских товарищей. Проблема во втором уровне руководства. Потому что некоторые люди всерьез претендуют на наследство Геннадия Андреевича Резунганова. Думают, что вот еще некое количество времени Геннадий Андреевич просто передаст, скажем, какой-то пост кому-нибудь другому. Эти люди, конечно, не сполошились. Они подумали, что а как же я? Чуть ошибует мое положение. Может быть, кто-то из них сполошился. Я не знаю. Может быть, я плохо о них думаю. Может быть, они скажут, да, действительно, мы поняли, что это очень важно. И послезавтра мы уже обо всем договорились. Я думаю, что это неизбежный в любом случае процесс. Все, что связано, скрывать, не знаю, все, что связано у меня с личным выграундом, с моей биографией, это, во-первых, многодетные семьи, все, что связано с проблемами отцовства, материнства, брака. Это моя тематика. Я ее за собой тащил. А с другой стороны, конечно же, все, что связано с ветеранами службы в любой ее форме, ветеранами горячих точек, причем людьми служивыми, это моя тематика. Это люди для меня свои, это люди для меня родня. И я этим буду заниматься как для себя самого, потому что в том числе и для себя самого. В том числе даже не протестность, а усталость. Россия, сейчас вот я проехал по всем регионам, она, знаете, она достигла каких-то уже критических форм для государства. Они, конечно же, либо на это не обращают внимания, либо где-то подвинчивают гидыгайки, либо не дают этому проявляться, но это есть кто-то. И в этом смысле я, да я не знаю, огорчу ли вас и обрадую, но орган протестности в Калининграде, где я только что был в Новокузнецке, до этого в Томске, до этого в Кемерово, до этого в Иркутске, до этого в Астрахани, он примерно одинаковый везде. Но ничего такого беспрецедентного и нового не происходит.